Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Мы встречаемся с вами накануне светлого праздника Пасхи. Совсем скоро во всех храмах зазвучат колокола, мы будем славить воскресшего Христа и благодарить Бога за светлую пасхальную радость. Сегодня вместе с нашей гостьей, телерадиоведущей Татьяной Романенко, которая больше известна по псевдониму Тута Ларсен, мы будем говорить о том, как в наше драматичное время обрести радость и научиться благодарить не только Бога, но и тех, кто рядом с тобой. А начнем с сюжета. Раз в год, в Великую Субботу, тысячи людей со всех концов земли съезжаются в Иерусалимский храм Гроба Господня. Не только православные паломники и представители других христианских конфессий, но и обычные туристы приходят сюда с вечера Великой Пятницы, чтобы дождаться чуда. В Великую Субботу, около двух часов дня по местному времени, тут происходит схождение благодатного огня. 900 лет назад русский паломник Игумен Даниил, бывший свидетелем этого события, так описал увиденное. Свет святой, не такой, как земной огонь, но чудный, светится иначе, пламя его красное, как киноварь, несказанно светится. Во все времена людей поражали необычные свойства этого огня. Первые минуты благодатное пламя не обжигает. В этот же день специальными авиарейсами лампады с благодатным огнем передают в самые отдаленные уголки планеты. Сегодня он прибудет и в России. И очень многие верующие выйдут с пасхальной заутренней, согреваемой радостным светом благодатного огня. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. А вы помните свою первую Пасху? Я помню ее довольно смутно. И, честно говоря, она мне как раз запомнилась не пасхальной радостью какой-то, а наоборот, какими-то неприятностями, которые мне мешали эту радость осознать. Что же это за неприятности? Мы поехали, значит, с моей мамой и маленьким ребенком, в Луке, наверное, было чуть больше года, может быть, даже, ну, около года, в Сергея в Крапивках отмечать первую после рождения его Пасху. И он идеально себя вел, он всю пасхальную ночь веселился вместе со всеми. Он, кстати, никогда не спал на всеночных, вот с 8 месяцев мы его возили. Но на обратном пути мы как-то, в общем, с мамой не нашли общего языка, друг друга раздражали страшно, а в храме нам удалось с фонарик пасхальный зажечь благодатного огня, который привезли в Москву и по всем храмам раздавали. И как только мы с ним поругались, я как-то, а я рулила, как-то на какую-то кочку заехала, плеснула воском в этом фонарике, и весь наш благодатный огонь угас. И мне так это запомнилось, хотя это, казалось бы, такие бытовые, не слишком связанные между собой вещи, но вот я помню, как мы держались, постились и хотелось нам как пасхальной радости, а в итоге мы, наоборот, друг на друга поругались и испортили радость эту себе. Ну, радость-то потом как-то была обратена? Потом была, да, да. Но по-настоящему, мне кажется, всё-таки уже пасхальная радость в мою жизнь пришла, когда у меня появилась полноценная моя собственная семья, когда я вышла замуж, когда мы вот уже стали как-то так сознательно, всей семьёй, поститься, молиться, ходить в храмы через пару-тройку лет. Ну, вот эта пасхальная радость, надо сказать, всё-таки такая вещь очень трепетная и очень быстро, почему-то быстро проходящая. Вы знаете, вот иногда мне кажется, что вот многие из нас относятся к Пасхе, мы верующие люди, как вообще люди неверующие относятся к Новому году. Вот встретили, повеселились, порадовались, и всё прошло. Во-первых, это праздник. Праздник — это всегда хорошее настроение. Но потом всё опять в рабочую колею вступает опять. Для меня это день, когда мы по семейной традиции с мамой, братом, бабушкой всегда ходим в храм, собираемся вместе. Сейчас вообще не часто получается собираться вместе из-за ритма жизни. Мы всегда ходим в храм, светим куличи, яйца, делаем фотографии, вообще радуемся жизни в этот день. Часто бывает солнце, я надеюсь, что в эту Пасху будет солнце. Как бы это праздник... Ну, то, что... Куличики... Как бы можно начать новую жизнь. Печёлки получать буду, не буду хулиганить. Чё такое? Бабушка у меня, например, очень верующая, для неё это вообще... То есть, как прям что-то такое, как Господь к ней спустился в этот день. Мне немножко... Я как-то более прагматично, может быть, отношусь к этому. Многие люди жалуются, мне священник говорят, батюшка, как же так? Так вот, вроде столько готовился, столько постился, столько молился, столько трудился. И вот, и куда она все делась? Вот почему такое было? Такое бывало с вами? Да, и очень часто. Вот если читаешь всё-таки по утрам пасхальные молитвы утренние, да, вместо правила, то как-то ещё это держится, если удаётся ещё причаститься на Светлой Седмице, тоже помогает. А вот, кстати, очень интересно, что сейчас вышел специальный документ, который всем верующим разрешает причащаться на Светлой Седмице каждый день. Представляете себе, какая радость для всех? Да. Раньше, на самом деле, это было, ну, довольно проблематично для многих. Многие священники как-то к этому относились неодобрительно, потому что, ну, потому что надо перед причастями обязательно поститься. А вот сейчас вот древняя традиция возрождается о том, что все верующие могут причащаться на Пасху и на все дни вот пасхальной недели. Мне кажется, это замечательно, потому что действительно есть некое ощущение опустошения, вот это очень правильное слово, когда ты выдержал эту длинную дистанцию Великого Поста, кульминацией стала радость пасхальная, когда ты выставил службу, когда ты всех расцеловал и пришёл в дом, и разбил эти яички, и нарезал этот кулич. А утром ты встаёшь, а мир-то не изменился вокруг тебя. А вот надо же, чтобы он как-то поменялся. Да, и ты как бы вроде сам не очень изменился, и так же точно тебя раздражают близкие, и так же точно, я не знаю, тебе надо тащиться на работу и делать какие-то свои рутинные дела. И очень трудно вот этот праздник в себе удержать. Вы знаете, я вот вспоминаю себя ещё молодым человеком тоже. Я помню, у меня был, может быть, самый первый такой пост в моей жизни, когда я постился, ну, очень серьёзно мне казалось. Я вот старался там на первой неделе прям ничего там не вкушать, на последней неделе тоже там какими-то там зёрнышками питался. И вот я на все службы ходил, все правила вычитывал. Ну, думаю, сейчас приду в храм, сейчас будет Пасха. И как я обрадуюсь, и как мне прям наполнит свет пасхальный, и как мне будет хорошо. И у меня ничего не произошло. И я смотрю, люди радуются, люди от радости сияют просто, друг друга обнимают, а у меня горечь такая, что плакать хочется, я не могу себя понять. И я потом пошёл, говорит, у храмнику своему, прямо с горечью такой, говорю, батюшка, вот так и так, ну, нет пасхальной радости. И он мне говорит, ты знаешь, а ты хотел, наверное, её заработать. Ты, наверное, думал, что за то, что ты постишься, тебе Господь должен заплатить. А так, говорит, не бывает. И я понял, что он абсолютно прав. И как только я это понял, на следующий день я проснулся, такой радостный. Вот, а то, что не нужна мне никакая плата от Бога, мне сам Бог нужен. И вот это вот действительно как-то вот тогда меня так вразумело, знаете, так меня научило, вот что никогда ничего не пытаясь у Бога зарабатывать. Потому что любовь не заработаешь. Да, но не зарабатывать, но принимать, да, но и самому каким-то образом её вырабатывать, а это ещё сложнее. Ну и как это? Вот я не знаю, вот мне испытать пасхальную радость как раз смешала эта способность любить, во что бы ты ни стал, а своих ближних. Потому что ты стоишь на службе, кто-то тебя толкнул, кто-то пнул, ребёнок тебя отвлекает, мама тебя раздражает, какие-то дурацкие вопросы задаёт, муж не туда пошёл. Ты стоишь на этом всё, фиксируешься и забываешь о том, ради чего ты в храм пришёл на самом деле. И понимаешь, что, наверное, ну, раз ты сам не особо любишь тех, кто с тобой рядом, то тебя, наверное, любить не за что. Ну, любить вообще человека не за что, по большому счёту. И Бог нас ведь любит не за что-то, потому что он есть любовь, и любовь имеет это свойство любить просто, любить бескорыстно, любить до конца. И вот, наверное, пост может человека научить как-то любить, если он не зациклен на себе самом. Вот я пощусь, мой пост, я это делаю, потому что вот я совершаю подвиг, так сказать, с большой буквы. А пост, может быть, не подвиг с большой буквы, а пост — это когда человек, ну, например, смотрит вокруг себя и начинает людей видеть. Мне кажется, то, что радость не всегда бывает, это нормально. Но важно знать путь, по которому её, как бы, получить, почувствовать. В этом смысле. Надо жить, стремиться к жизни, добрые дела делать. И тогда всё, и радость придёт, и лучше будет. Надо добро делать. Сейчас вообще люди больше благотворительностью стали заниматься, и это радует. По крайней мере, очень много окружающих у меня людей. Это приятно. Я просто очень много выезжаю, как бы, от Москвы подальше, скажем, по тем же монастырям, где-то забытым деревушкам, бывает, останавливаюсь. Ну, просто людям помогаю, чем могу. Всё. Вот это и радость и есть. А вот радость, как-то мы к ней относимся, как к какому-то дождю или солнцу, или погодному явлению. Вот она нас накрывает. А вот радости можно научиться, как вы думаете? Я не знаю, можно ли. Я точно знаю, что нужно к этому учиться. Вот с чего начинается эта наука радости для вас? Для меня, наверное, всё-таки радость – это умение жить здесь и сейчас, как в Евангелии, да, не заботиться о завтрашнем дне, который сам о себе позаботится, потому что... Ну, как это не заботиться, особенно сегодня, особенно в такое сложное время, особенно в мире таких, в мире просто вот таких столкновений противоречий. Как не заботиться? Ну, получается, что когда ты начинаешь думать о том, как ты проживёшь завтрашний день, то день сегодняшний исчезает вообще, проходит незаметно. И ты вдруг понимаешь, что вот он уже кончился, вот уже вечер наступил, а ты в этот день столько всего мог сделать, или, может быть, даже и сделал, и какую-то встречу прекрасную тебе Господь послал, и дети здоровые, и близкие живы, а ты не понял вообще, что этот день был прекрасен, и ему не порадовался никак. Для меня вот очень важно каждый вечер перед сном промотать весь день обратно и найти, за что сказать спасибо, потому что это очень тяжело. Как интересно, Таня, вы знаете, как интересно. На самом деле для меня ведь точно так же. Вот я тоже каждый день проматываю для того, чтобы найти каждый день вот какие-то простые вещи, за которые я могу поблагодарить Бога. Оказывается, их так много. Их так много. Самых простых вещей, которые просто человек не замечает. И вот что я еще вспомнил. Помните, вот раньше были такие новости, которые назывались «на злобу дня». Вот это вот «злоба дня» – это когда человек, это же старинное слово, которое означает «заботу». И вот оно в Евангелии написано, как раз вот то, что вы привели, что «не заботясь о завтрашнем дне, потому что довольно на каждый день церковнославянское слово злобы его». Вы представляете себе? И вот действительно, вот эта злоба, которая нас охватывает, потому что мы пытаемся что-то сделать, то, что, в общем, делать-то может и не надо совсем. Вот абсолютно согласна. И, конечно, вообще очень трудно просто открытыми глазами вокруг себя смотреть. Какая-то такая суета дурацкая, она загоняет всякое уныние. А если еще начитаешься новостей, а если еще, не дай бог, в социальные сети залезешь подискутировать с кем-нибудь, то прямо совсем уж не до радости. Да интересно, апостол Павел нам говорит такие слова. «Всегда радуйтесь, о всем благодарите». И дальше. «Сия бы есть о вас воля Божия». То есть это о каждом человеке такая воля Божия есть, чтобы он непрестанно радовался. Это так странно, потому что мы воспринимаем радость как такую легкую, совершенно от нас независимую эмоцию, которая нас охватывает, и нам легко и хорошо петь хочется. А когда читаешь апостола Павла, такое ощущение, что он говорит о каком-то очень большом задании, которое дано человеку. А дальше он говорит «непрестанно молитесь» тоже. То есть всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите. Что такое непрестанно молиться? Это же подвиг какой. То есть радость – это труд? Труд, хотя кто-нибудь скажет, что это удел дурачка – быть все время радостным. Вот им легко, у них вообще никаких проблем нет, им и молиться не надо. Они всегда счастливы. Не думаю так. Мне кажется, что радость, о которой говорит апостол Павел, это, в общем, какое-то особое знание мира. Какое-то особое знание мира, особое знание человека и какое-то особое знание Бога. Потому что вот о всем благодарить… Ну как о всем благодарить? Мы же не можем за все благодарить. Ну, как показывает практика и жизненный опыт, даже вещи, которые нам кажутся страшными и драматичными, какие-нибудь расставания с людьми или даже какие-то более серьезные потери, через какое-то время оборачиваются, если и не радостью, то чем-то полезным. Поскольку ведут тебя в каком-то для тебя же нужном направлении. Но вот я все-таки на тему горя от ума бы подумала тоже, потому что мне, например, очень часто мешает радоваться как раз чрезмерная умственная деятельность, чрезмерная интеллектуальная деятельность. Потому что вот просто быть как дети, да, тоже по-евангельски, расслабить свою голову и, опять же, просто вот открыться тому, что тебе вот… что про тебя придумали и для тебя задумали. А мне кажется, что здесь вопрос не в умственной деятельности, потому что мне кажется, что это вообще-то хорошо, когда человек думает, когда он соображает, когда у него вообще-то хорошо работают мозги. Мне кажется, здесь в другом, что человек не привык никому себя доверять. Вот ни Богу, ни близким, ни людям человек вот настолько стал таким, знаете, вот как приучили нас, мы индивидуумы. А слово индивидуум переводится с латыни неделимый такой, знаете. Вот он, я такой, я себя никому не открою, я себя никому не дам, и я буду сам на всех смотреть с подозрением. И человек Богу-то себя доверить не может. А вот когда человек может вдруг, неожиданно, вот так вот взять и довериться, мне кажется, что здесь не в том дело, что он не думает ни о чем, а в том, что у него есть какая-то способность вот такой вот детской веры Богу, как тому, кого он хорошо лично знает. Мне кажется, вот без… пока человек Бога не узнает как-то хорошо, ему, наверное, трудно радоваться. Ну вот вопрос, как узнать его хорошо, в чем, где критерий, да? Есть люди, которых просто Господь так ведет уж, так лелеет, и так о них заботятся, а они вообще не понимают, что с ними чудеса происходят. У меня таких знакомых масса. А у вас происходят чудеса? Ежедневно. Например, была членом жюри детского конкурса рисунков, и совершенно удивительным образом для меня было такое чудесное, действительно, знание. Там три возрастных группы было – 4-7, 8-11, 12-15. И вот чем старше дети станутся, тем менее интересно они рисуют. Хотя технично, красиво, но с точки зрения… А нам надо было оценивать нам еще идею, оригинальность замысла. С точки зрения оригинальности замысла и какой-то глубины, маленькие дети значительно талантливее. И вот это, с одной стороны, чудо, с другой стороны, такая печаль, да, что, получается, мы с возрастом своих детей загоняем в какой-то все равно штамп, в какие-то рамки. И как бы для меня, как для мамы, было очень полезно увидеть это огромное. Там было порядка 40 рисунков разных. И вот во всем спектре понять, что не надо, в очередной раз понять, что не надо своих детей учить тому, как быть талантливыми. Они лучше знают. Да, гораздо лучше знают. На днях Арине исполнилось 6 лет. Она приехала в Москву из Екатеринбурга, чтобы участвовать в Международном московском арфовом фестивале. И хотя маленькая арфистка впервые выступает перед такой серьезной и взыскательной публикой, она совершенно не волнуется и дарит настоящую радость всем присутствующим. Я всегда говорю своим ученикам и студентам, что музыка чем универсальна, так же, как литература, мы можем испытывать эмоции, которые в жизни, может, и не придется испытывать. Но универсально. Вот языку музыки можно выразить очень многое. И вот это самое главное, когда исполнитель что-то выражается. Не просто, так сказать, быстро бегают пальцы. Этому, в принципе, не так трудно научить, если педагог обладает ремеслом. А вот самое главное, чтобы, так сказать, вот это раскрыть иную индивидуальность. Потому что все люди неповторимые. Раскрыть талант ребенка – это особый труд. Но у родителей и педагогов есть еще более важное дело – не заглушить детское непосредственное переживание красоты и гармонии. Помочь маленькому человеку обрести в этом естественный источник радости и вдохновения. И тогда войти во взрослую жизнь с ее заботами и проблемами будет намного легче. Только бы сохранилась эта радость от переживания подлинной красоты. Интересное слово «благодарение», «благодарность». К нам кажется, что мы способны по-настоящему отвечать на добро благодарностью. И интересно, что когда мы благодарим Бога, для нас это с чем связано? Мы в храм пришли, мы свечку поставили, мы молебен, может быть, благодарственно заказали. Как еще благодарить Бога? А ведь благодарить – это ведь благо дарить. А вот что Богу можно подарить благому? Себя только, наверное. А как? Что у нас еще есть такого, что ему может понадобиться? А вот ничего на самом деле, да. И ведь это, наверное, самое тяжелое для человека, который когда-то понимает, что Богу там ни свечки не нужны, там ни записочки не нужны, там ни молебны не нужны. В общем, зачем ему это? А как себя-то отдать? Для меня это очень сложный вопрос, потому что я не понимаю вот этого послания человеку о том, что ты должен оставить все – жену, детей, имение свое, все, чем ты до сих пор занимался, взять свой крест и идти за мной. Ну, хорошо, я могу оставить свое имущество. А как я оставлю детей? Я же за них отвечаю. Я отвечаю за свою маму пожилую. Ну, может быть, дети вырастут, станут самостоятельными, тогда я могу пойти. А мне кажется, что идти за Христом – это не значит, что надо бросить маму или бросить детей и как-то вот вообще от них куда-то идти. Идти за Христом – это значит, ну, что-то как-то очень сильно ему доверять, как я уже сказал, в том числе своих детей ему доверять, и своих родителей ему доверять, и в обстоятельствах жизни видеть его руку. Понятно, что речь идет не о том, чтобы все люди развелись со своими детьми, своих родителей устроили в дома престарелых, а детей – в сиротские приюты. Как раз совсем не о том же. Но вот вы совершенно правильно сказали вот о чем. О том, что вообще принять это слово евангельское человеку необыкновенно тяжело. Вот я все время, вот вспоминая этого юношу, который все хорошо делал, который был благочестивым, и все заповеди исполнял, и в тот момент, когда надо было идти за Христом, он не пошел. И даже апостолы тогда удивились и сказали, вот те же самые ваши слова сказали, а кто вообще способен на это? И Христос честно отвечает – никто. Никто. Но невозможное человеку, дальше он говорит, возможно Богу. Вообще Евангелие, оно разве посильно для нас? Если мы всерьез к нему относимся. Но надо же, все равно им этим словом. Без него же тоже никуда не деться. Вот как апостол Петр говорит, Господь, ну куда же нам без тебя? Куда же нам без тебя? Я ничего не понимаю, но ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот мне кажется, этот ответ Петра, он как ответ для нас, для всех, которые не знаем, что делать, не можем ничего делать, но без Христа жить не можем. В провинции американского штата Нью-Йорк есть необычный монастырь. Прежде обитель была францисканской, но 40 лет назад местные монахи приняли православие. Причем решение не было спонтанным. Сначала братья и сестры Нового Скита, так называется этот общежительный монастырь, провели несколько встреч со священниками американской православной церкви. И те своим примером убедили францисканцев в том, что православие – это религия радости и любви. Один из этих священников, протопресвитер Александр Шмеман, даже изображен на фреске в храме Нового Скита. Он был одним из самых известных проповедников XX века. Христианство – это прежде всего радость о воскресении Христу. Это радость о Царстве Божием. Когда он говорил, в церкви есть либералы и консерваторы, это на самом деле не в церкви, а около церкви. Люди, которые считают себя православными, но для которых их построение намного важнее главного содержания христианской веры. Опять же можно вспомнить апостола Павла, «Непрестанно молитесь, всегда радуйтесь». Для него молитва и радость неразделимы. Через запятую молитва и радость. Соответственно, невозможно радости без молитвы, невозможно молитвы без радости. И в этом смысле отец Александр это воплощал. Он действительно умел радоваться самым простым вещам. Свежевыпавшему снегу, зеленым листиком, который только появляется весной на дереве. Проповеди отца Александра звучали в эфире радио «Свобода» три десятилетия. Но для своих прихожан и студентов Свято-Владимирской духовной академии он был не только богословом, но и духовным отцом. И просто другом. Я вспоминаю исповеди у него. И он был таким невероятно щедрым исповедником, когда, казалось бы, что-то ему скажут, что все, уже конец и так далее. Особенно еще, когда действительно только новообращенный, еще мало понимаешь, он обнимет за плечи и скажет, «Ну вот, а как главное, раб Божий? Вот главное. Все-таки в Бога-то вы веруете?» «Ну да, отец, веру. Видите, как замечательно. Видите, как уже радостно». В Америке Шмемана называют апостолом радости. Действительно, отец Александр как-то написал в своем дневнике, что всегда стремится спросить при встрече у знакомых христиан, радуются ли они своей вере. Главной мыслью христианства для него было то, что церковь победила мир, лежащий во зле. Победила радостью и счастьем. Я даже чаще вспоминаю отца Александра совсем уже больным и слабеньким, как его нужно было поддерживать, чтобы он сошел сам воно и подняться. Я помогал ему облачаться, и как он подшучивал на своей слабости. И, в общем, можно сказать, что за этот последний год его жизни все, что было в нем не святого, выиграло, а осталась такая вот чистая лосезарная детскость. Для человека, который особенно начинает свой путь в храме и в вере, это вообще очень трудно осознать вот это реальное присутствие Бога в твоей жизни, что он физическое тело в том числе, да, что он на самом деле есть. Что это никакая абстракция какая-то, формула какая-то, или там даже пусть аксиома математическая. Бог не аксиома и не математическая. Бог, он живой. Ну вот это очень трудно. Как это понять? А понять это нельзя. Но вы это знаете? Ну, мне кажется, что да. Вот видите, и я это знаю. И мне кажется, что вот это очень важно, вот этим знаниям нашим, как-то вот поделиться, особенно вот на Пасху. Я вот на Пасху вспоминаю, вспоминаю вот этот рассказ Виктора Драгунского про Дениску, который, помните, он нашел светлячка такого, в коробочке держал. Мне кажется, это очень хорошие слова, помните, вот там он говорит, ну как же, он же живой и светится. Он живой и светится. Мне кажется, мы такими должны быть, как этот светлячок. Должны быть живыми и светиться вот этой радостью, которая нам Господь дает на Пасху. Спасибо вам большое, Таня, за такой замечательный разговор. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. Храни вас Господь.